МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы мы будем задавать заместителю министра образования и науки Челябинской области Елене Зайко. Здравствуйте, Елена Михайловна. Почему такое пристальное внимание уделяется этому конкурсу? Во-первых, конкурс международный. В России вступил в 2012 году, соответственно, Челябинская область. Задача его научить посмотреть, как владеют молодые профессионалы, молодые рабочие, будущие специалисты оборудованием высокотехнологичным, современным. Как они могут за определенное время качественно выполнить то или иное задание. Одним словом, это срез профессиональных компетенций для того, чтобы... То есть, в принципе, можно узнать, на каком уровне... На каком уровне находятся. На международном уровне находятся. Кроме того, это действительно серьезное оборудование. И обязательно в конкурсе принимают участие работодатели, партнеры, будущие работодатели, возможно. И здесь очень важные происходят события. Здесь можно посмотреть будущих работников. Здесь можно посмотреть, какова сейчас индустрия технологии, собственно. И какие достижения последних технологий уже имеются. Потому что здесь экспертное сообщество работает и так далее, и так далее. То есть, на одной площадке собираются масса заинтересованных сторон. И можно увидеть, на каком этапе мы находимся, собственно, посоревноваться. И продемонстрировать свое мастерство. Ну вот с развитием современных технологий, вы говорите уже высокотехнологичное оборудование. Вот понятие рабочей профессии сегодня приобретает другой смысл и вообще другие компетенции. Вот насколько сегодня престижно получать рабочие профессии? Вот, кстати, дополню, что одной из задач, в частности, вот этого конкурса, и международных, и европейских, и национальных, и нашего регионального, является профнавигация, профессиональная ориентация. Масса школьников всегда обязательно должна проходить конкурс. То есть, открытый характер, это не ведомственный какой-то, открытый характер. Поэтому мы всегда ожидаем от 3 до 6 тысяч школьников с родителями, со специалистами. И вот здесь как раз происходит вот это чудо, когда мы не просто говорим о профессии, у нас какие-то мифы, стереотипы родительские или еще что-то играет роль, а когда можно прийти и посмотреть красоту труда, красоту профессии в реалиях. Соревнуются конкурсанты, и тут же можно попробовать мастер-классы. Здесь есть возможность ребятам что-то попробовать, сравнить. Волонтеры проведут и покажут. Можно испечь, приколотить, поработать. То есть, это своеобразная такая ярмарка профессий. В какой-то степени демонстрация профессий. В некоторых случаях демонстрация профессий будущего. Потому что есть профессии сквозные, которые сейчас только-только начинают появляться. И у ребенка есть возможность попробовать, посмотреть и выбрать. Ну вот сразу вопрос, в каких сферах сегодня больше всего требуются рабочие руки? И вот какие профессии наиболее востребованы? Дело в том, что престиж возрастает, возрастает и потребность в рабочих кадрах. Рабочие кадры действительно сейчас с новым каким-то ядром, с новым значением нужны. Как мы сказали, это носители, я бы сказала, поликомпетенции. Сейчас мало что-то, какое-то одно направление. Сейчас важно, чтобы и электромонтаж, и какие-то IT-технологии совмещали. Набор компетенций. Поэтому сейчас потребность вот в таких специалистах, которые обладают несколькими навыками, до пяти компетенций. Потребность в основном, конечно же, это промышленный сектор. Мы индустриальный район, как бы то ни было. И наши все потребности находятся, наших работодателей в сфере металлургии, машиностроения, строительства и так далее. И не исключено и сервисные услуги. Потому что сегодня сфера услуг тоже выходит на новый уровень. И новые технологии и материалы появляются мгновенно. Но вот вы говорите, появились новые компетенции, а новые профессии какие-то появились, как они называются? Например, новая профессия, которая сегодня активно, по ней мы конкурсируем, это мехатроника. Так. Вот, поэтому здесь... Что это такое? Вот это вот тот самый комбинированный рабочий, где электромонтаж и конвейеры, и IT-технологии и так далее, и так далее. Тот же самый с ЧПУ. Станок с ЧПУ, который нужно, необходим специалисту обслужить, он не только должен уметь детали изготовить, он должен написать программу, соответствующую под нее, при том, за определенное короткое время. И так далее, и так далее. То есть такое появляется. Даже те профессии, которые мы знаем, условно говоря, ну, скажем, кирпичная кладка, она сегодня на конкурсе, если вы посмотрите, она приобрела совершенно другое качество и вид. Это совершенно другие материалы, это другие подходы, это, по сути, выкладывание картин. Ну вот те навыки, которые продемонстрируют участники нынешних состязаний, они, скорее всего, станут таким неким стандартом, да, в уровне профессионального мастерства. Что дальше? Вот что ждет участников и какова их профессиональная судьба? Вот они посоревновались дальше. Да. Во-первых, здесь для разных категорий разный трамплин, разная траектория. У нас принимают участие юниоры, это 14-16 лет, наши школьники. У них 12 компетенций будет в этом году в региональном чемпионате. Во-первых, у нас принимают участие студенты, которые обучаются, и для них уже 30 компетенций будет. Соответственно, еще у нас принимают участие молодые рабочие предприятия, и для них соответствующие траектории. Для ребят, я думаю, что это хороший шаг для выбора профессии, для определения, чего мы хотим. Для студентов это уже проверка себя, своих знаний, полученных в колледже, в техникуме, в УЗИ. Но и поскольку принимают участие в качестве экспертов, работодатели, партнеры, это возможность найти свое будущее рабочее место. Причем высокооплачиваем, достойное, потому что предложение действительно достойное. Что касается молодых рабочих, это тоже шаг проверить себя и, возможно, потом какие-то соответствующие траектории. Кроме того, для всех участников у нас следующий шаг национальный чемпионат в Южно-Сахалинске в мае, следующий шаг Евроскилз в Будапеште осенью. Это победители нынешнего состязания. Да, победители. И, конечно, все мы готовимся к международному чемпионату, который пройдет в 2019 году в Казани. А поскольку у нас планка нашего региона достаточно высока, мы всегда в топ-пятерку входим лучших по охвату и по качеству наших конкурсантов, то у нас... Мы хорошо учим. Мы хорошо учим, да. Мы хорошо учим, у нас хорошее качество. И мы эту планку хорошо подняли высоко, и нам нужно ее удержать. Для этого большие усилия мы прилагаем на каждом этапе чемпионата. Вот что значит вкладывать в себя, в свое образование сегодня? Вот советская школа образования была достаточно надежной, понятной, но обычно молодые люди получали одну профессию на всю жизнь. И вот, кстати, наличие одной записи в трудовой книжке, это тоже считалось круто и показательно. Что сейчас? Как изменилось это? Вы сказали, что образование на всю жизнь, да, это был тренд, наверное, того времени, и сейчас тренд образования через всю жизнь. Поэтому мы видим, и это действительно стало уже сегодня такой траекторией, получение компетенции в течение всей жизни. Поскольку технологии меняются, меняется экономика, меняются требования, соответственно, есть возможность получать вот эти поли компетенции на протяжении всей жизни. И это хорошо, потому что короткие программы обучения сейчас тоже присутствуют в нашей системе образования, системе профессионального образования, когда можно за короткое время получить еще какую-то компетенцию, которая добавится. Поэтому получение их в течение жизни дает, а, мобильность, б, соответственно, устройство в той сфере, которая сейчас требует... И быть в тренде, да, в тренде. В тренде, да, совершенно верно. И таким образом в течение жизни человек обладает вот таким комплексом универсальных компетенций, которые ему в той или иной мере могут пригодиться. А может быть, все сразу и вместе на одном рабочем месте. Поэтому наличие в трудовой записи разных записей, в общем-то, наверное, это уже... Это тоже неплохо. Это тоже неплохо. А вот вы можете привести примеры, куда устроились и какие получили, например, рабочие места, ну, бывшие, так скажем, участники вот этих вот состязаний этого чемпионата? Два четко выделяются направления. Бывшие участники, если это выпускники учреждений, очень много из них, я не буду называть фамилии учреждений, но это действительно уже стало достаточно массово, и они трудоустраиваются непосредственно работниками этих организаций, мастерами производственного обучения, преподавателями, экспертом, возглавляют какие-то структурные подразделения и административные должности занимают, поскольку они прошли вот эту школу WorldSkills, они знают все особенности, у них качественная подготовка, они умеют работать с детьми, с технологиями, с образовательными технологиями, с производственными, и они, конечно же, являются еще и как эксперты, наставниками, тренерами команд. Вторая траектория, которая уже сейчас стала, по сути, традиционной, это трудоустройство на предприятие партнера. У нас обязательно нужно, чтобы у движения была партнерская составляющая, работодатели уходят на хорошую должность, на хорошую заработную плату на предприятие. Наши партнеры такие, как МАЯК, ММК крупная, ЧТПЗ, с удовольствием принимают победителей выпускников, и даже список достаточно большой, и это касается разных сфер, допустим, автомобильные отрасли, строительные, принимают на работу, очень хорошо работают и, так сказать, рады. Ну, наверное, еще последний вопрос. А кто задает вот эту планку? Ну, во-первых, у WorldSkills есть свой стандарт, свой регламент, и требования, компетенции к инфраструктурным листам прописаны. Это еще, в первую очередь, это международное движение. То есть все задается. И, кроме того, партнеры этого движения, это крупные производители оборудования, тоже самое задают вот эту планку. Поэтому наша вторая задача всегда – это оснащение современным оборудованием. Если его не будет, соответственно, мы уже не сможем потренироваться и не сможем, соответственно, продемонстрировать. Поэтому вот эти вещи… И это оборудование все в Челябинске есть, и вот все это будет представлено на прокурсе? По крайней мере, вот для тех компетенций, которые мы проводим, региональный чемпионат, конечно, оно все находится в регионе у нас. Ну, спасибо вам за ваши ответы. Я думаю, что мы будем следить очень внимательно за тем, как проходит этот конкурс. Обязательно узнаем имена победителей. Я напоминаю, что в нашей студии мы говорили о повышении престижа рабочих профессий в чемпионате молодых профессионалов, которые проходят в эти дни Челябинской области, с заместителем министра образования и науки Челябинской области Еленой Зайко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!